В правительстве Воронежской области состоялось еженедельное оперативное совещание с участием главы региона. Среди затронутых тем наиболее пристальное внимание было уделено реализации национального проекта «Демография». В частности, обсудили увеличение материнского капитала и финансовую поддержку семей. А также обсудили задачи федерального проекта «Старшее поколение», рассчитанного на 6 лет. Подробности в сюжете Елены Цветковой. В 2020 году на развитие нацпроекта «Демография» в Воронежском регионе выделили 5 млрд 164 млн рублей. 80% средств будут направлены на поддержку семей и занятость женщин, которые воспитывают ребенка до 3 лет. Планируется провести обучение и переквалификацию более чем 500 домохозяек. Работает с ними служба занятости. И да, действительно, часть из них определена, часть из них будет продолжаться дополнительный отбор. То есть мероприятие будет вестись в течение всего года. И это, ну как бы, этапно будет курсами повышения квалификации закрываться, какими-то направлениями отбираться будут направления, наиболее востребованные на рынке труда сейчас. То есть в данном случае, а также с учетом возможности дистанционной работы. В регионе дают деньги на поддержку семьи при рождении второго ребенка. На данный момент в программу включились около 50 семей. Правда, такие выплаты ограничены возрастной категорией матери. Если родить маме не больше 28 лет, значит, до 28-200 тысяч единовременная выплата регионального уровня, то в данном случае меры складываются. Получается такая система, в которой и первый ребенок, и второй, и третий получают поддержку от государства. Она разная, но складываясь, она позволяет закрывать болезненные точки семьи при рождении очередного ребенка. Изменение в региональном законодательстве произойдет в случае перемен на федеральном уровне. Возможно, тогда мамы, которые рожают второго ребенка после 28 лет, тоже смогут получить поддержку от государства. Вспомнили и опыт удачного взаимодействия с семьями 2017 года при рождении первенца. Президент заявил о выплатах первым, их же до этого не было. У нас уже есть хорошая система взаимодействия с семьями, начиная от подворного обхода, завершая информированием на уровне медицинских организаций, родильных домов, образовательных организаций. То есть мы уже умеем активно выявлять и сотрудничать с этими семьями, которые имеют право на определенную помощь государству. Региональный материнский капитал увеличился до 150 тысяч рублей. Отдельное направление – поддержка искусственного оплодотворения в Воронежском регионе получила активное развитие. Благодаря медицинской страховке затраты на эту процедуру стали минимальными. Экстракорпоральное оплодотворение теперь полностью финансируется нацпроектом «Демография». Она осуществляется сейчас в рамках нацпроекта бесплатно. И около тысячи где-то семей сейчас могут и пользуются ей. Восстребованность в данном направлении есть, потому что у некоторых семей – это единственное, в час завести ребенка. В прошлом году услугой ЭКО воспользовались около 700 семей. По меркам Департамента социальной защиты план был перевыполнен. В 2020 году цифры могут увеличиться в разы. На проект «Старшее поколение» в бюджете заложено более 300 миллионов рублей. В Воронежском регионе стартовала пилотная программа по системе долговременного ухода за пожилыми гражданами. В самом Воронеже сформируют около пяти кабинетов для пожилых людей с легким когнитивным расстройством. Проект включает в себя несколько направлений. Для того, чтобы закрыть наиболее значимые проблемы для пожилых людей. Начиная от одиночества и востребованности, заканчивая невозможностью оставить их одних дома, если у них какие-то есть проблемы с памятью и возможности ухода из дома, включения какой-то опасной техники. Пока, чтобы попасть в пансионат, в очередь никто не выстраивается. Тем не менее, уже в декабре текущего года закончат строительные работы в пансионате села Ярки Новохоперского района. Откроются пять гериатрических кабинетов. Они подразумевают лечение людей, которые старше 65-ти, и болезней, соответствующих их возрасту, например, альцгеймеры.